солнышко светит всем доброе утро всем привет слушай перед тем как поедем в туманный гослав вот здесь на солнышке погреемся всем доброе утро или я вчера видела такое большое количество комментариев под видео где мы были на этом водопаде видела смотрела видео честно скажи честно еще нет еще не видела ладно не видела нет моей сестрицы у нее все немножко с опозданием я имею ввиду кофе кофе видео посмотреть все остальное в норме так хочу сразу начать с хороших новостей сегодняшнее утро все два часа уже будет обед первая хорошая новость я познакомилась с очень приятной девушкой моя подписчица которая меня смотрит где-то полтора месяца я сейчас перейду немножко позже к ее просьбе вторая хорошая новость всегда радость когда я знакомлюсь с позитивными положительными людьми понимаете вторая хорошая новость как я себя сама не вижу светит солнце надеюсь меня будет видно вторая хорошая новость в детском саду куда я вожу свою дочь у них приняли с радостью от меня плакат что мы собираем питание бинты и так далее консервы с радостью не сказали да конечно мы напишем в группах родителям и в общем мы за мы будем помогать тебе собирать поэтому ура вторая хорошая новость почему хорошая потому что мне кажется вот это вот сказать ко мне обратились люди с просьбой найти к однокласснице в украине с которой потерялась связь я считаю это хорошо если как же это правильно сказать потому что не все не все видят только негативные какой-то вот аспект канала сейчас есть еще адекватные люди которые понимаешь видят что увидят в общем надежда у них что ты в чем-то помочь можешь немножко путаюсь этот тебе кстати здесь сообщение будет на твоем телефоне значит кого мы ищем хмельницкий меня смотрит пишите в комментариях очень надеюсь что меня кто-то смотрит из хмельницкого украина так мы ищем наталья гетман и и кстати ищет ольга жаркова наталью гетман которая раньше жила в городе хмельницкий улица пилотская с 2010 года потерялась у них связь не могут друг друга найти а я не опускаю руки почему потому что смотрите хмельницкий украина мы же все я не знаю сколько мне процентов украины смотрит посмотрю сегодня специально в youtube студии но не бывает ничего невозможного распространить эту информацию пожалуйста еще раз повторю ольга жаркова ищет наталью гетман это ее подруга детства в городе хмельницкий раньше они жили на улице пилотская два дня назад на меня вышла моя одногруппница первый вопрос у меня был оля оля тебе огромнейший привет тоже оля ее зовут первый вопрос у меня был оля как ты меня нашла представляете я только четыре либо пять дней назад говорила по поводу своих одноклассников кого бы мне хотелось найти с кем нет связи так как меня нет никаких социальных сетях кроме youtube а здесь несколько дней проходит не одноклассница одноклассница на меня выходит которая живет в греции она говорит я помню как назывался твой магазин я просто ввела в ю тубе имя этого магазина твое имя я тебя нашла оля тебя целую обнимаю спасибо что даже в греции я имею поддержку потому что человек по всем личным контактам отправил ссылку на этот youtube ска на канал сказал подписывайтесь я ее знаю мы с ней вместе когда-то учились в днепре оля вот сколько лет прошло ли когда я закончила учебу но школы в 2004 а когда я закончила все остальное 2009 я закончила металлургическую академию а оля кстати это был первый человек которого я встретила перед входом в приемную комиссию оля я не знаю помнишь ли ты это но я это помню я не знала так как я приехала из очень очень маленького города снежное донецкой области в очень очень большой город днепр я даже не знала как пойти в этот как в эту прямую комиссию войти настолько мне это все казалось огромным и оля это тогда была человеком которая меня за руку привела то есть я спросила она все показала она все объяснила а позже еще и оказалось что мы на одну и ту же специальность и в одной и той же группе и вот как-то честно вам скажу вот эти пять лет которые мы там учились если мне какой-то совет нужен был либо подсказка либо по некоторым предметам списать просто я обращалась коль и оля никогда не отказывала и это же надо спустя столько времени понятное дело у меня когда-то был фейсбук и все это было но спустя столько времени человек находит меня youtube и не имея мой номер телефона вообще не знаю нигде ничто никак у меня столько счастья было оля спасибо тебе большое и спасибо всем 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 кто поддерживает этот канал спасибо всем кто как может распространять информацию и заботиться о том чтобы канал разбивался канал рос теперь вот когда ко мне обращаются и говорят моя девичья фамилия жаркова меня зовут только жаркова я ищу подругу наталью гейтман город хмельницкий улица пилотская я держу кулаки чтобы кто-то из украины отозвался у кого есть родственники в хмельницком помогите найти помогите найти у меня в описании под этим видео и описание канала стоит мой номер телефона ольга я также попрошу своих родственников и друзей в украине может быть у кого-то там есть напрямую в городе знакомое чтобы они это спросили в местной облраде как можно человека найти чтобы узнать может быть она выехала ввиду этих событий а может быть она там осталась там живет и не знает что вы любите вот таким вот образом найдем я думаю все найдутся всех найдем покажу мне сестра сделала кофе на мне браслет анделитовый который мне подарила оля вольсбург воля спасибо на днях встречаюсь с крестиной такой приятный камень кстати это не в курсе да это тоже есть такой браслет тебе тоже его подарили он у меня лежит до сих пор в машине я признаюсь честно погромче говори что воля тебя слышала оля большое спасибо оля или эти передают большое спасибо ты видишь я забыла и вот сейчас показываю говорю это от оли вольсбург и понимаю что у меня же до сих пор в машине лежит ливен браслет который я и еще его даже не отдала жадина да так сейчас пью кофе распечатываю некоторые бумажки мой просто как это реклами ты не ты если ты не свеж тык что я не я если не выпью кофе поэтому сейчас настраиваемся на хороший рабочий день он будет правда сегодня сокращенным не очень интересно как в детском саду и родители отреагируют на нашу просьбу я вам скажу честно собираем детское и собираем перевязочный материал лейкопластырь и вот эти вот в капельнице катетеры все это собираем медицина на первом месте как но я рада я сегодня когда приеду в косарь я вам покажу сколько я вчера из машины привезла бы то что мне оля отдала то что воля своей командой собирала там есть и минусы и там есть и всякие вкусняшки для детей там есть и в баночках детское питание памперсы салфетки я все это вам покажу потому что вчера это в сумках поставила разбирать это буду сегодня уже на метле уже лечу дальше я очень рада любому знакомству как это правильно сказать не любому знакомству а я рада когда ко мне приходят люди которые вот люди понимаете с большой буквы вот так как сегодня ольга жаркова объявилась попросила меня я вашу просьбу с радостью принимаю мы постараемся найти наталью гетьман youtube это такое знаете как это правильно сказать такая вот как маленькая деревня казалось бы огромнейшая сеть но мы постараемся найти я очень надеюсь что кто-то из города хмельницкий в украине отзовется и будем держать кулаки затем когда я сама буду лично следующий раз в украине а я надеюсь очень скоро то я постараюсь также это на месте каким-то образом помочь чтобы это продвинулось и действительно человека найти а может быть может такое быть я не исключаю такой вариант что вот это наталья гетьман она например сейчас находится в германии так было бы вообще еще лучше вдруг она через вот эти вот видео где мы забираем людей из границы и так далее рассказываем как здесь устроиться может быть она таким образом тоже на меня подписано мы этого просто не знаем но в любом случае очень большая просьба украина земляки город хмельницкий отзовитесь кто там живет и если мы достучимся до кого-то кто живет в самом городе хмельницкий то я обязательно ольга не переживайте я попрошу этих людей в личном порядке сходить в местную облраду и навести там вообще справки как можно человека найти ольги фамилия жаркова это ее девичья фамилия она специально говорит свою девичью фамилию чтобы ее проще было найти если кто-то еще кого-то ищет пишите пишите в комментариях мы будем об этом объявлять и через сарафанное радио думаю найдем я вам обещала не буду в этом видео очень сильно в это уходить в эти подробности я как-то вам обещала что я не буду хейтеров блокировать но я хочу вам сказать что двоих я заблокировала одна типа там какой-то лучик солнца причем я уже кстати заметила люди которые подписываются на социальных сетях не своим именем а каким-то вот таким псевдонимом они как правило эти люди как правило это не хотят такие быть но вот что касается этого лучика солнца вы никогда таким не будете поэтому расслабьтесь и плюс я еще одну ольгу заблокировала потому что там просто человек по моему со своей головой не дружит время изменилась ситуация в мире во всем изменилась и поэтому на этом канале мы будем как и раньше показывать жизнь без фильтров в германии параллельно волонтерить если это кого-то а еще кстати теперь и людей искать если это кого-то раздражает и вы не в состоянии просто меня не смотреть но это уж ваша проблема что касается всех остальных адекватных просьб это все будем стараться помочь потому что с одной стороны youtube это огромнейшая сеть а с другой стороны какая себе маленькая деревня потому что когда-то был комментарий я вот только не знаю от кого был этот комментарий в самом начале youtube канала когда мне написали прикольно когда узнаешь когда смотришь двух блогеров в ютубе а еще узнаешь что они между собой знакомы так же и здесь в германии в декабранже у меня иногда спрашивают как вы знаете какой-то там магазин да он же находится от вас 600 километров конечно мы все друг друга декораторы знают друг друга некоторые ютуберы знают друг друга поэтому вот ну будем надеяться на то что ольга мы вам поможем мы это все найдем мои любимые хейтеры вам тоже огромнейший привет любой негатив если это просто негатив он будет удаляться из канала потому что нам некогда на это не реагировать не отвлекаться не либо вообще об этом думать у нас есть чем заняться у меня есть классная хорошая новость которую я уже озвучила я сама это еще в себе перерабатываю что нужно пойти по школам по садам что касается гуманитарки и меня сегодня так приятно удивила реакция директора детского сада когда я ему сказала у меня там есть плакат ты можешь у себя повесить мы собираем то-то то-то и вот это он сказал да конечно чё раньше не принесла посмотрим какая еще будет реакция у родителей в группе мы объяснили что ту гуманитарку которую мы собираем и больше не отдаем в пункты приема гуманитарки а мы это отдаем живым людям в украине которые это отправляют в общем делят то есть детская этот раз пойдет где дом а медицинская пойдет в нужные руки ну и конечно держим кулаки за то что все будут добры эта ситуация скоро закончится и мы сможем встретиться со своими родственниками друзьями и покушать борщик в украине хотя я не опускаю руки я думаю все таки что у меня получится тоже поехать в украину потому что сейчас уже ситуация в севере украина стабилизируется ну и ольга я вам это сказала по телефону я скажу это и здесь мы объявляем и в ютубе розыск вашей подруги детства и мы я также постараюсь в украине самой украине тоже как-то помочь и обратиться я буду просто искать через своих знакомых у кого есть друзья в хмельницком если мы выйдем на человека который там живет и до сих пор там остался то мы еще и попросим сходить в местные органы и сделать запросы слава богу в украине это проще чем в германии потому что в германии есть закон о персональных данных и через него не переступишь то есть никто тебе ничего не скажет не подскажет но в украине этого закона нет поэтому я думаю язык до киева доведет а в нашем случае нужно чтобы язык довел до города хмельницкий поэтому украина все кто меня смотрят перешлите на своих друзей это видео в цепи кто видит меня первый раз всем привет всем хорошего дня хорошего настроения я уже вижу горы вижу ясное солнечное небо мы уже практически находимся в харцах уже доехала в следующем видео показываю чем в городе гослар занимаемся всем пока